И всем привет, дорогие дамы и господа! Вы нагнали оффлайн, а оффлайн это я. И честно говоря, давно не было у нас с вами видео, где мы можем вот так вот лицом к лицу что-нибудь поизучать. Поэтому сегодня для вас карта Вертига. Честно говоря, не самая моя любимая карта, но я считаю, что когда я на неё захожу, я должен знать хотя бы какую-то базу, чего и вам советую. Хотя считаю, что среди вас точно есть ребята, которые Вертига любят, поэтому это видео вам будет более интересным. Ну и без лишних слов, поехали! Ну и конечно начать хотелось бы с Т-респы, потому что тут есть несколько видов смоков, которые можно кинуть сразу, вы с вашим тиммейтом или с вашими тиммейтами. Если есть такая возможность, так начнём с дефолта, смоки за трансформатор нужно встать вот в этот вот угол, он тут есть. Нацелиться вот в этот вот визуальный, если так сказать, можно треугольник и кинуть. И отсюда же можно по вот этой вот полосе нацелиться вот сюда и сделать джамп-рол. И эти два смока идеально падают за трансформатор, что позволит вам в принципе облегчить задачу выхода на бэк-плэнт. И также с Т-респ можно кинуть такие же смоки, точно такие же, только с другой позиции. Первый, нужно встать вот сюда и нацелиться вот в это пятнышко и джамп-троу. И второй смок отсюда, но он такой достаточно скользкий, но я его покажу, то есть не советую его использовать, потому что это какой-то смок, который я сам нашёл случайно, но я его показать всё-таки должен. Смотрите, нужно сесть. Взял АВП специально для этого. И смотрите, вот тут есть вот такая вот маленькая белая полосочка. Вот она. А тут есть чёрная полосочка, если вы её видите, то вот она. И между ними есть расстояние. То есть вот такой вот глупый пиксель я нашёл. Если в него нацелиться и сделать джамп-троу, то смок упадёт за трансформаторы вот сюда. Да. То есть можно откидывать вот этот смок отсюда и отсюда же кидать вот этот смок. И получается, что лево-право трансформаторы тоже как бы перекрываются. Прекрасно. Едем дальше. Т-респа. Это смок, который я использую скорее для занятия АПЛЕНТа на пистолетках, потому что в других случаях он такой сомнительный. В общем, нужно встать в упор к этой периле и нацелиться мой ориентир такой, что вот она тень, где кончается свет, начинается тень. Нужно эту балку в центр. То есть вот потяни вот так вот в центр и джамп-троу. Этот смок прекрасно падает на АПЛЕНТ, на его бэксайд. И фишка в том, что он как бы один, но перекрывает сразу и лево, и вправо. Видимость. Ну тут легкий зазор, но как бы не всегда он появляется, поэтому на первых таймингах это идеально для пистолетки. Зайти сюда, вот так вот в плент и поставить пачку. И в принципе на этом все дальше. Есть еще прикольный смочок на мидл. Вот этот квадрат. Это его левая часть. Нужно сесть в ее центр. Вот так вот. Тык-тык-тык. И тут внимание, нужно нацелиться на вот этот вот отрезок. Вот этот вот отрезок в его середину. И джамп-троу. И этот смок прекрасно подойдет для занятия мидла. Если вы с парнями решите запушить мидл, он падает прям на мид-окно, перекрывая его полностью. И ни вражеский авик, ни рифлер ничего вам тут не сделает. Ну и если вы уже решили пройти на плент, то можно еще кинуть вот такой смочок. Нужно встать вот этот угол. И нацелиться, внимание, вот этот брезент. Проведем линию по его центру напополам. И главное, чтобы смок не ударился в стенку, нужно понимать. Да, вот он уровень стенки. Вот так вот брезент. И кинули. Этот смок падает на КТ. Плюс лежит смок вот здесь. И под это все дело уже можно, в принципе, выходить на апплэнд. Летовать. Плюс ваши молодые люди, ребята, кинты, выходят на рампу. И раунд таким образом забирается. Ага. И еще один, наверное, смочок хочу показать. Который, ну, я не знаю, кто не знает. Но показать его должен. Смок с респы в элбол. Габ, элбол, рукав. Кто как угодно называйте это. Нужно встать сюда и сделать джентроу. Смок упадет прям в эту позицию четко. Что позволит вам с парнями зарашить рампу. Не опазаясь, что с рукава вас убьют. То есть дальше уже доигрывать свою ситуацию. А теперь перейдем на рампу. Если вы с парнями зашли рамп и жестко отжали всех. Тут зачистили. Понимаете, что угрозы нет. Вся угроза находится в пленту. Вам нужно кинуть буквально несколько смоков. Для того, чтобы грамотно зайти. Нужно встать в центр угла. В центр угла. В угол. И нацелиться вот сюда. По вот этой вот конструкции. Вот сюда. И джентроу. Этот смок прекрасно падает в плент. Перекрывая вот эту его часть. Но остается левая часть. И от нее ваш братик, ваш тиммейт становится вот в эту вот конструкцию. И целится вот вверх. Крыши. Ее угол. Ее конец. Это ориентир. Вот в эту пимпочку. То есть вот от нее чуть-чуть левее. И кинули. Этот смок прекрасно. Идеально ложится на хэдшот. Это уже не смок. Я это наживаю целое облако уже. Потому что он просто огромный. И в связке вот с этим смоком. Это просто непроходимый барьер. Ну конечно же в него зайти можно. Но он ничего не оставляет. Даже вот отсюда. Даже вот отсюда. Даже вот отсюда. Ничего видно не будет. Единственное что опасаетесь. Что типы могут просто вас закидать гранатами. Ну это уже второй момент. Дальше. С рампы можно встать вот в этот вот угол. Тут от руки легкий смок. Можно накинуть на выход с КТ вот сюда. Отсюда же можно накинуть классную флешечку. Которая поверьте мне очень хорошо взрывается. И очень хорошо под нее заходить. Далее. С рампы. Просто от руки. Можно накинуть вот такой смок. Нужно ориентироваться по вот этим вот белым ящикам. По левой части. Вот грубо говоря. По вот этому прямоугольнику. И тут этот смок накинуется в принципе от руки. Можно кинуть его чуть подальше на плент. Тоже достаточно такой глубокий. Можно просто это все делать быстро. Вышли, кинули. И таким образом перекрывается задняя часть плента. И отсюда в принципе все. Едем дальше. Ну а теперь Б плент. Тут смоков немножечко побольше. И начнем с самого первого. Это смок на выход. Нужен он для того, чтобы вражеский тип, который кидает сюда молик. Вас не так сильно стопил. Первый кто из вас бежит. Кидает вот такой вот смок. Очень легко. Рикошетом смок падает сюда. И вы уже под флешки от своих тиммейтов заходите на плент. И как бы на этом все. Дальше. Когда вы отжали эту лестницу под лестницей. Тут есть парочка смоков. Такие же самые. Дефолтные за трансформатор. Которые как бы нужно знать. Первые два варианта. Это с вот этого угла. Моя ориентировка такова. Нужно сесть. По этой гайке болту нацелиться вот в эту перилку. Вот в эту и встать. И кинуть. И так же стоя с этой перилы чуть правее. Кинуть второй смок. Они прекрасно приземляются на трансформатор. Лево-право. Перекрывают полностью. И как бы на этом все. Дальше. Ваш кент. Ваш брат. Ваш друг. Ваш сват. Должен встать вот в этот вот угол. И тут нужно тоже сесть. Нацелиться в угол этого ящика. Встать. Кинуть. Потом сесть. Тут нацелиться вот в это вот пятнышко. Его плохо видно. Но как бы на карту зайдете. Покидаете. Увидите тоже. Сели. Встали. Кинули. Дефолт. Те же самые. Прекрасные смоки. Направо. Налево. КТшники боятся. Им страшно. Они в смоки не идут. Потому что как бы вы там жестко раздаете. Но держите в голове. Что вот отсюда как бы авик может вас пощелкать. Поэтому. Помним. Держим. И надеемся. Далее. С этих же позиций. Все так же. Для выхода. Можно покидать пару моликов. Которые явно выход вам облегчат. Первый тип. Это можете быть вы. Тем самым типом. Который кидал отсюда дымы. Может встать. И накинуть молик в плент. Запрыгнуть на пиксель. И нацелиться по вот этой вот. Балочке. По вот этой вот. Прошу прощения. И на шифте легкий шаг. И кинули. Молик падает за вот эту вот колонну. Прогоняет типа. Типов. Авика. Рифлера. Отсюда. Прочь. Далее. С вот этой позиции. Вот в центре ящика. Можно встать. Нацелиться. Ну тут как бы ориентир такой. Просто тут пространство. Целитесь в него. Больше наверное по правому углу. И кидаете молик. Так же приземляется за колонну. Прекрасно. Четко. Здорово. Но иногда вот он тут не разгорается. Но это как бы я не знаю. Это Counter-Strike 2. Нужно привыкнуть и принять это. Иногда он разгорается сюда полностью. Прогоняете пас этой колонны. То есть два молика. Вот эти вот. Делают практически вам наверное 40% захода на плент. То есть две самые такие стандартные позиции. Откуда играют КТшники. И еще на пост плент предлагаю вам ставить пачку куда-нибудь вот сюда. И уходите глубоко на лестницу. И уже отсюда по вот этой перилке. Можно кинуть вот такой вот молик. Который если не смог. То точно не даст раздефузить пачку вашим оппонентам. Едем дальше. Первый дефолт. Это за КТ который можно накидывать. Первый вариант это на Б. Пленту. Вы должны кидать просто другие. Какой-нибудь вот такой вот молик на лестницу. Для того чтобы Киры просто так не пушили. Это ровно говоря про тот смок. Который тушит этот молик. Но если они не знают. То раунд. А то и даже 2. Выход на Б потенциально установить можно. Ну или же этот смок. Точнее молик можно кидать вот таким вот образом. Вы бежите. Прыгайте. Бросайте его просто на пол. Очень быстро разбирается он очень хорошо. Чуть быстрее чем прошлая вариативность этого молика. Поэтому как бы используйте. Дальше. С резкой можно кидать вот такой вот молик на мидл. Который по таймингам остановит террористов точно. Нужно встать в этот вот угол. Да. Нацелится в игрек. Вот сюда. И вот так выходите. На ходу бросаете вот такой вот молик. Он загорается. Прямо у них под носом. Вот здесь террористы бегут. И он разгорается в этот момент. Как бы дальше мидл пушить не будут. Поэтому ваш кент может занять мидл полностью. Может отзонить, продлить молик себе. И занять вот эту вот комнату ладарум. И как бы на этом все круто. Далее. Хочу показать пару смоков. Первый. Это когда вы бежите. Можно кинуть такой смок. Что он перекроет рампу на А. Тут ориентир. Когда вы бежите. Нужно не вплотную. Но прижаться вот. Грубо говоря. Вот к этой стенке. Я смотрю на верхнюю часть лампы. По вот этому центру. Вот этот квадратик. Нижняя часть квадратика. Грубо говоря. Вверх лампы. По центру. То есть вы бежите. Целитесь. От руки кидаете. Смок отбивается от этой колонны. И прекрасно приземляется на рампу. По таймингу он приземляется тоже так. Что террористы бегущие вот сюда. Где-то здесь ловят уже смок. Им трудно зайти. Они не хотят. Потому что умирать. Это было бы глупо с их стороны. Далее. Второй чувак. Который бежит. Может накидывать вот такой вот смок. Да. Ориентир. Вот эта вот балка. Ее левая часть. Вышли. По левой части. Кинули. Дальше. Занимаем эту позицию. Открываем флешку. Ну я прибегаю конечно не в тайминг. Но вы понимаете. Что вы добежите. Смок уже будет лежать. И получается лежит вот этот смок. И вот этот смок. И от этого вы уже со своим тиммейтом играете. То есть вы возможно в рукаве. Ваш тиммейт может сразу. После того как вы кинули этот смок. Подойти сюда. Если вы колите. Вы слышите рампа. Много. Он становится вот сюда. И по вот этой вот полосочке. Откидывает вот такие вот прекрасные флешки. То есть это моменталка. Даже после смока. Если тиры готовы будут ворваться. То она вылетает. И как бы жестко флешит. Без шансов. Тут я проверял. Отвернуться от нее практически невозможно. Точнее невозможно. Также продлевать можно. Все что угодно. Также молик. Приземляется отлично сюда. Поджигая рампу. Хорошо так. И точно отсюда же по колу тиммейта. Или если вы сами слышите. Что кто бежит. Как бы можно откидать вот такую вот. Такую хаешечку. Она хорошо так прогревает. И за кт еще. Например молик. Который лично я использую на пистолетках. Для того чтобы обезопасить себя. Сразу можно бежать. И вот здесь. Об эту колонну. Сразу открывать молик. Это такой дефолт. 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 И для того чтобы тиры просто-напросто. Ну вот просто-напросто. Вот так вот не запушили. И от этого молика. Сразу после того как его кинули. Можно кинуть вот такую вот. Прифайером хаешечку. Типы стоящие здесь. Ожидающие пока молик потухнет. Потому что вряд ли у них есть мог. Чтобы его потушить ловят. Вот эту хаешечку. Очень круто. Очень здорово. Да чуваки. Чуть не забыл. На аппленте тоже можно покидать молики. Я их не показал. Поэтому показываю сейчас. Итак. Начинаем с первого молика. При заходе на рампу. С вашими тиммейтами. Есть цемент. И за цементом иногда сидят враги. Поэтому. Кидаем молик. Ориентируясь на вот эту балку. Тут промахнуться я считаю. Что практически невозможно. То есть нацелились. А тройки кинули. Он попадает. Сделает два удара. И гарантированно попадает за цемент. Точно так же. По такой же логике. Туда можно от руки накидывать еще и хаешечки. Супер. Супер. Далее. На этом цементе. С этого угла. Можно левая и правая кнопка. Зажали. И по вот этому крану. По вот этой вот веревочке. Которую он рисует. Зажали. Кинули. Этот молик падает на вот эту вот перемычку. И прогоняет типа. Который вот здесь вот с авика. Или из чего-то еще. Может стоять. И вот так вот отчекивать. Прекрасный молик. Я считаю. Который можно кинуть еще вторым вариантом. Вот с этого угла. Нацелившись по брезенду чуть-чуть выше. Ну вот по красному брезенду чуть-чуть выше. Вот так вот. И кинули. Прикольно. Вот такой вот видео урок. Всем пока. Ладно. Нацелились по брезенду. В верхнюю часть. И кинули. Молик приземляется. И выполняет ровным счетом. Ту же самую функцию. Прогоняет типа вот отсюда. Также есть еще крутой молик. Нужно встать в этот угол. Залезть на эти цементы. Буквально в пиксель. И двумя кнопками. Вот в этот вот угол. Да. По диагонали влево провели. Две кнопки зажали. И кинули. Тоже поджигает большую часть плента. Он классно работает в связке. Если вы с вашим другом встали сюда. И кинули вот этот молик. И вот этот. И тогда вообще очень сложно отсюда отойти. Ну вот этот мостик. Он тоже не всегда появляется. Иногда молики разгораются конкретно. И тут как бы вариантов немного. Ну и еще такой вот есть молик. Который накидывается по вот этой вот балке. Тоже просто от руки кидается. И подпаливает весь хедшот. Это если у вас нет смока. Но есть молик. Чтобы прогнать хедшот. Можно кинуть вот такой вот. Ну вот и все. На этом у меня. Честно говоря. Как я сказал ранее. Не фанат я карты вертига. Но играть приходится. Поэтому приходится знать на ней какие-то фишки. Какие-то ютилити. Поэтому видео сохраняйте. Записывайте. Скачивайте на флешку. Нарезайте на диск. На кассету. Показывайте маме. Папе. Дедушке. Детям. В общем. Всем спасибо за просмотр. И хочу сказать. Что у меня также есть Twitch канал. Где я недавно начал стримить. Практически каждый день. Поэтому заходите. Будет весело. Посмеемся. Пообщаемся. Ну и так далее. Ну на этом все. Пока-пока. Пока-пока.